Всем привет! Сегодня уже 8 апреля, Московская область. Начинаю потихоньку выносить рассаду в теплицу. Это томаты, перцы и баклажаны. В прошлом году, по-моему, я начала выносить 12 апреля. В этом году пораньше. Собираюсь я высаживать уже в теплицу, в грунт, в первых числах мая. Но там, конечно, буду смотреть по погоде. Какая будет погода в этом году. Составляю вот так в ящики и выношу. Но уже в теплице я вам покажу, что и как. Всем еще раз привет! Сегодня уже 9 апреля, Московская область. Я вас всех поздравляю с праздником, с верным воскресеньем. Вчера выносила рассаду, уже было не до съемок. Вот как раз вам покажу, как рассада пережила первую ночь. Я установила, конечно же, дуги и накрываю от солнца тонким укромным материалом. Это номер 17, но я его сложила в два слоя, потому что солнце очень ярко, и я боюсь, что листья все погорят. Рассада растет в 0,9 пакетах рассадных. Я землю уже досыпала сюда. Томатную рассаду высевала 9 и 10 марта. Сейчас, конечно, она тонковата, лист бледноват, но до высадки она окрепнется, будет самое то. Высаживать я сюда в теплицу планирую в первых числах мая, но там, конечно, посмотрим по погоде. Также вынесла сладкие перцы. Высевала я их 15 февраля. Они практически все уже на бутонах. Это тоже пакеты по 0,9 литров, но сюда нужно отсыпать земли мало. Вот на днях я это сделаю, чтобы земля не пересыхала быстро, но и все-таки питания маловато. Также вынесла баклажаны. Я их тоже 15 февраля высевала. Смотрите, какие они уже большие. Землю досыпать обязательно нужно. Я их выращиваю в контейнерах по 35 литров. Два штуки в один мягкий контейнер высаживаю. Так, это острые перцы по два штуки здесь высажены. Вот так, тоже для мягких контейнерах. Буду выращивать по два растения, 16 литровых. Себе оставило немножко баклажан, остальные я уже буду отдавать. Перцы тоже какую-то часть отдавать буду. Ну, здесь также и цветочная рассада у меня. Это камнеломка со своих семян. Здесь я уже посеяла в этом стакане. Это базилик. Там мелкозубчатая примула. Три штуки у меня осталось. Остальная вся пропала почему-то при пикировке. Наверное, она не любит пикировку. Ну, что делать. Так, это однолетний дельфиниум гиацинт. Все-таки этот цветок, я так понимаю, он холодостойкий. Нужно его в более холодных условиях выращивать. Ну, вот сидит. На каждом уже, конечно, образуются цветы. Я их убираю. Весь в бутонах. Маленький, но весь в бутонах. Это стаканы полулитровые. Гайлардия. Выглядит тоже неплохо. Босевала. Так, что у меня здесь еще? Это колокольчик здесь у меня в полулитровых сидит. Это запасные перцы, томаты. Это если вдруг что-то не приживется, чтобы была замена. Всегда оставляю. Если они будут не нужны, я их отдаю. А, здесь у меня еще физостегия. Вот она растет. Это тоже запасные перцы. Вот. А, лук-оксибишен. Тоже пропустила его. Видите, он у меня начал чахнуть. Не усмотрела. Ну, что останется, то останется в этом году. Рассада не очень лука у меня. Нужно было за ней следить. Но на все время не хватило у меня. Это теплица стеклянная. Я здесь выращиваю высокорослые томаты. Теплица полностью готова. Мою я теплицу обязательно с осени. Оно у меня чистое уходит. А весной, я вам уже показывала, я просто промыла водой стекла. Грядки у меня застелены черным укромным материалом. Это чтобы влага меньше испарялась и земля сильно не сохла. Ну, и всегда грядки я прикрываю. Они у меня никогда не бывают открытыми. Ну, вот так выглядит эта теплица. Здесь три высокие грядки. Междуряди я в этом году, то есть с осенью, я засыпала щепой. Грядки в междуряди всегда засыпаю. Это или хвойный опад, или солома, или вот в этом году у меня будет щепа. Вот так выглядит теплица и рассада. Я считаю, что очень даже неплохо. Теперь пойдемте еще в другую стеклянную теплицу. Это поменьше. Здесь у меня тоже три грядки высоких. Междуряди также щепа. Вот. Я уже сделала первые пассивы. Покажу вам. Это редис. Уже всходит. Смотрите-ка, хорошо. Старалась разреженно сеять, чтобы покрупнее были корнеплоды. Вот. Ну, схожесть неплохая. Я также высадила на перо зеленое. Это лук. Это лук мо. Мелкий весь выбрала. Да и он уже начинает, знаете, так пропадать. Поэтому пустила его на зелень. У меня еще лука такого много своего. Так. Ну и здесь, что у меня. Посеяла в рассадный ящик капусту. Это капуста брокколи. Фиеста. Это среднеспелый сорт гибрид. И Ботави. Это раннеспелый. В одну плошку все посеяла. Схожесть, в принципе, неплохая. Здесь я сеяла бархатцы. Сейчас покажу, какие. Файрбол. Отклоненная. Но это все низкорослые. Смесь. Вот такая. Дюрангу. И серия Антигуа. Лимонная. В этих двух пакетах было всего лишь 5 семян, а в другом 15. Но схожесть я не скажу, что прям отличная. Дальше я посеяла здесь в рассадный ящик также салат Мишутка. Я каждый год такой салат высеваю. Отличный. Именно вот таким способом рассадным она вырастет. И я вдоль грядок высаживаю по одному. Получается вот именно вот такие розетки. Крупные, большие. Это очень вкусный маслянистый такой салат. Не горчит. Очень люблю его. И шпинат посеяла тоже рассадным способом. Буду по одному рассаживать. И будут вот такие жирные, сочные розетки. Матадор. Каждый год его высеваю. Дальше посеяла. Здесь, в этом ящике, это горох. Амброзия. Я буду горох в этом году выращивать в теплице. Перечно-огуречный. В этой. И здесь у меня 9 пакетов. Я посеяла уже огурцы. Ну, здесь разные гибриды. Пьерн. Салон. Потом. Изумрудный поток. И трилоджи. Каждый рассадный пакет по одному семе. Здесь это пол-литровые пакеты. Ну, вот, в принципе, что еще посеяла. Это здесь укроп и базилик. Вот укроп гибрай посеяла. И не базилик, а этот кориандр. Ну, что-то здесь начинает сходить, вроде бы. Посмотрим. Персы сладкие я выращиваю в этих крайних грядках. Посередине у меня будут расти огурцы. Теплица тоже мыта. Чистая. Все отлично. В каждую теплицу устанавливаю 200-литровую бочку. Здесь вода греется. Она, кстати, прогревается за целый день очень хорошо. Теплая вода. Вот как раз я ей все и проливаю. В томатную теплицу я тоже буду ставить вот эту бочку. Она сейчас пока просто с водой. А так я ее сюда в угол тоже поставлю. Здесь у меня между теплицами есть место. Я уже вытащила в прикопе. Здесь посередине я прикапывала в горшках черенки. Это черенки гортензии. Вот потихоньку она просыпается. Видите, я обрезала. Старалась обрезать на одну почку. Это прошлогодние летние черенки. Вот они, видите. Сейчас их сложно увидеть. Они маленькие, потому что я их обрезала. Вот здесь у меня... Как он называется? Нет. В общем, желтый барбарис. Я черенковала. Смотрите, у нее уже зеленые листочки. Вот они. Это я барбарис Мария. Вот вспомнила. Сорт Мария. Вот. А здесь спрашивали меня как-то в комментариях, как мои кактусы. Вот они, кактусы. Это опунция. Зимующие кактусы. В Московской области. Ну, хотя их и на севере выращивают в открытом грунте. Не накрывая их ничем. Здесь морозник. Два сеянца. Вот третий был пропал. Туя. Янтарь с прошлого года я заказывала. А здесь у меня гортензии. Это уже в этом году будет как двухгодовалые. Вот низкая обрезка. На одну, где-то на две почки. Вот так выглядит. У меня два куста. Вот. Двухлетний. Самшит. Это самшит мне подарил подписчик моего канала. Вот. Раз, два, три, четыре, пять штук. Ну, выглядит, я не знаю, как у нас он будет расти или нет. Не знаю. А здесь мята, чабрец. Вот это седум почвопокровный. Сюда посадила. Лаванда. Некоторые прям хорошо так вышли кусты. Смотрите, уже прям зеленые, живые. Это прям свежие уже листочки. Вот. Некоторые вот только отходят. Уже пока еще нет молодых почек, листиков. Ну, я думаю, это идет. Вот, видите, она уже начинает обрастать. Вот так вот. Вот. Это лаванда тоже. Это все прошлогодние черенки стоят. Здесь у меня компост и накрытый. Там биогумус. Это все для того, чтобы высаживать рассаду. Уже все приготовлено. Я клеем-ка накрыла, чтобы дожди не намочили мешки. И вам еще хочу показать чеснок. Как зашел чеснок. Вот он, чесночок. Смотрите-ка, хорошо он зашел. Отлично выглядит. Вот. У меня две грядки чеснока. Это в основном сорт гульвер. Решила побольше в этом году посадить. Две грядки, потому что в прошлом году у меня довольно-таки много зубчиков купили. Вот. Междуряди, если видите, я тоже осенью все засыпала щепой, чтобы трава не росла. Потому что косилка сюда не проходит. Узкие ряды. Но она и так не скашивает. Все равно по бортику там трава обычная растет. А так я сюда заложила картон толстый слой. И сверху щепу насыпала. И у меня теперь вот так выглядят грядки. Чтобы мне летом междуряди не косить и тяпкой здесь не ходить. Потому что не люблю, когда заросшая трава. Вот так. Там клубника. Тоже я ее еще, честно говоря, не чистила. Вот. Вот такая. Одну грядку всего лишь оставила. Достаточно. Потому что ухаживать за ней некому. Вот одной грядки будет предостаточно. Ну вот, в принципе, все. Эта грядка тоже осенью все переделывали. Это сделала узкую грядку насыпную. Подняла борты. Здесь буду выращивать кабачки. Ну и с той стороны тоже точно такая же узкая грядка. Убрала я эту широкую грядку. Мне удобно. И тоже узкая. Там в конце, где-то до середины, у меня тоже посеяная зелень. Это петрушка корневая. Ну, что-то зелень. Я уже, честно говоря, осенью сеяла. Сейчас я не помню, что сеяла. Ну, какую-то зелень. Петрушку точно. И укроп. Вот. Ну и так. Моя рассада. Сейчас солнце зайдет. Я буду закрывать дверь. У меня днем дверь открыта, потому что очень жарко. Даже форточки автоматически. Они все поднимаются днем от жары. Буду накрывать потом легким укровным. А уже ближе к вечеру, когда солнце сядет, я уже шестидесяткой накрою. И заработает обогреватель на 15 градусов выставленный. Вот так у меня будет рассада здесь находиться до самой высадки. Я думаю, что все будет хорошо. У меня на сегодня все. Хочу вас еще сказать вам. Заходите на мой телеграм-канал, подписывайтесь. Я оставлю ссылку в описании под этим видео. Мне будет очень приятно. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока.